Чикагские разборки В Киеве два директора борются за предприятие, есть раненые Помощь на паузе Черкасские депутаты не торопятся открывать кубышку с миллионами для АТО Наблюдатели по вызову Кого нанимал Кремль для псевдовыборов на Донбассе? Дострелялся Что бросают по Реченкову вместо цветов? Трагедия Жуткая трагедия в Донецке Снаряд разорвался на спортивной площадке, где играли школьники Двое погибли Есть и раненые Подробности узнаем у Руслана Смещука Он с нами на связи Руслан, что тебе известно о случившемся? Мы тебя слушаем Алексей, действительно, свое включение я начну с трагической информации Сегодня в Донецке в результате боевых действий погибли дети Как сообщают, снаряд взорвался на территории двора 63-й школы В этой школе когда-то учился Ренат Ахметов В то время, когда там во дворе ученики играли футбол В результате этого взрыва двое детей погибло Еще четверо человек было госпитализировано И уже в штабе антитеррористической операции По этому трагическому случаю сделали официальное заявление Позиция принциповая За будь-яких умов мы не ведем его в огонь по мирных кварталах Там, где мешают мирные мешканцы Своё возмущение и соболезнование родственникам погибших Выразил так же и сам Ахметов И вот сегодня же мы побывали на позициях Которая ближе всего находится к Донецкому аэропорту В позициях украинских силовиков В поселках Писки и Первомайская И вот вы знаете, вот все то время, что мы там были Мы слышали звуки разрывов и стрельбы И вот похоже, что ситуация, ну, никоим образом не стремится к стабилизации Или вот к некому режиму тишины, к перемирию И вот так же те силовики, с которыми мы общались Сказали нам, что им противостоят регулярные части российской армии Вчера тоже бомбили нас минометами Спасибо Путину за достойного противника Подразделения Псковской дивизии Государственных десантных войск И так же и остальные Подразделения Российской Федерации Регулярные армии Ну вот бойцы говорят, что несмотря на такого серьезного противника Отступать со своих позиций они не намерены А в случае же атаки боевиков или массированного нападения На их позиции они ответят вот так Ну вот так же мы пообщались с людьми, которые не бежали от боевых действий А стали жить вот там практически на линии фронта И вот они нам показали, что периодически прилетает в их дома и дворы Ну это еще ничего Там есть местами, до нас не добралось это Это осколочно-фугасные А там были фугасы Там воронки метра по два, по два с половиной в глубину А наш фугас, он же заглубляется, а потом взрывается Ну до нас такие не долетели Ну так же там при фронтовой зоне нет электричества Перебои с стройматериалами, стеклом и водоснабжением А за пенсиями люди ездят за несколько десятков километров Вынуждены для того, чтобы получить свои деньги Выстаивать несколько дневные очереди Вот, но тем не менее, несмотря на все те тягости Которые свалились на головы людей Такие люди, как Валентин Несмотря ни на что, остаются там, где они живут И там же собираются зимовать на своей украинской земле Не принимал украинскую власть Те уехали вообще в Россию Председатель Чельсовета сбежал к такой матери Нам бы немножко линия фронта чуть отсунулась Мы бы как-то перезимовали И люди бы вернулись, начали восстанавливать свои дома Алексей, ну вот таким мы видели этот день В прифронтовой зоне и под Донецком Мы продолжаем следить за развитием антитеррористической операции Здесь, на востоке страны Руслан, ты начал с трагедии Со смерти детей Я могу лишь добавить, что буквально несколько минут назад Министр иностранных дел Климкин уже призвал ОБСЕ Прислать экспертов в Донецк для расследования гибели детей на школьном стадионе Тебе спасибо за работу, это был Руслан Смещук Рассказал все, что он видел сегодня в Донецке и области А вот, что нам рассказали жители оккупированных городов на Донбассе Давайте их послушаем Я уже различаю звуки, как бомбят Это минометы У нас 15 градусов в квартире температура Сказали, еще долго не будут отопления давать Начали по 5-9 часов отключать Отключать именно свет Ни одна аптека не работает и обошла все аптеки Были выборы, значит, главы республики Это были выборы какой-то там из местного совета Люди настолько организованы, что они реально верят в то, что у них это реально народная республика И что они выбирают свое будущее Приходишь, показываешь паспорт, тебя находят в списке Выдают тебе бюллетень, одновременно выдают карточку Карточку эту социальную С нее номер переписывают сразу в тот же список выборцев Если ты не приходил на этот самый на участок Карточку ты не получил Артиллерия практически с самого утра и весь день Работает в сторону аэропорта поселка Песке Практически каждый день мы имеем здесь раненых Иногда убитых среди мирного населения Потому что бои ведут не в полях где-то, не в лесах А в кварталах, где жилые дома, очень большие жертвы со стороны так называемых ополченцев Скорые помощи все заняты в основном перевозкой раненых боевиков Вся власть она у людей, у которых есть автомат Поэтому если скажут экипажам скорой дежурить около аэропорта 24 часа в сутки То ничего не останется, как дежурить и ждать За прошедшие сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных Еще девять ранены По данным СНБО террористы минимум пять раз обстреливали украинские оппозиции Под удар попали населенные пункты в Луганской области С нами на связи наш корреспондент Вениамин Трубачев Веня, здравствуй Где именно были слышны выстрелы сегодня? Действительно, Алексей, в Луганской области боевики продолжают обстреливать позиции украинских сил В частности, были атакованы блокпосты в районе трассы Бахмутка А также под Никишиной и Чернухиной Это самая передняя линия фронта На этом участке военные вынуждены были открывать ответный огонь Иногда террористы подбираются уже настолько близко к украинским позициям Украинским блокпостам, что обстреливают даже их со стрелкового оружия Но чаще всего, конечно же, используют минометы и тяжелую артиллерию Вот наши блиндажи рядом Вот, на сколько метров, десяти Видно, как даже мина садилась След остался, она разорвалась И там рядом вот так накрывали И часто вот так? Часто Три-четыре часа Днем бывает по три, по четыре даже На линии фронта активизировались и диверсионные группы боевиков В основном террористы ставят растяжки и минируют объекты инфраструктуры Накануне удалось ликвидировать одну из таких групп Они планировали взорвать железнодорожное полотно и станцию в пригороде Дебальцево Взрывчатка уже была заложена в один из вагонов И неподалеку даже были обнаружены радиоуправляемые передатчики На передовой бойцы постоянно, конечно, ждут нападений Они готовы, в принципе, отразить этот удар нападения в любой момент Я это говорю, в принципе, без преувеличения Потому что бойцы показали мне, где они живут, свою землянку И у каждого рядом с кроватью лежит автомат, патроны А некоторые даже умудряются прятать под матрасами гранаты Говорят, так спокойнее спится, вот такой вот армейский юмор Такая земляночка, она сами оборудовалась Бронегилет, кашка, зброя У каждого есть зброя, видно Под рукой чуть-чуть, сразу выскакаешь Обуховайся Тоже надо мить Активно военные готовятся и к зиме Запасаются дровами и теплыми вещами Все приходится добывать, в принципе, собственными силами В обеспечении у армии серьезные проблемы Поэтому единственная надежда у бойцов на волонтеров Они привозят еду, спальники, медикаменты и приборы ночного видения В общем, это сейчас все самое необходимое Наравне с военными в зоне боевых действий находятся и капелланы Только у них вместо оружия Слово Божье Мне удалось пообщаться с отцом Иваном Он уже третий раз приезжает на передовую Привозит крестики, иконки, а также исповедует бойцов И вот некоторые из военнослужащих даже решаются фактически в окопах принять крещение Стоит отметить, что есть данные от разведки от местных жителей Что на территорию Донбасса продолжают заезжать российская техника И вот большая группировка российских войск сейчас стоит и на границе с Украиной Алексей Здесь все решается без тендеров и комиссий быстро и эффективно На складе есть все Эти комбинезоны, они идут утеплены Главное в этом комбинезоне, что он не горит Это очень ценность Больше 400 штук мы закупили А вот снегоступы их обувают поверх берцев Зимой в них легче и теплее От Минобороны волонтеры спальников не ждут Шьют сами Теплые и непромокаемые А вот что хотят поставить на конвейер Капусты волонтеры наквасили уже на всю армию 18 тонн ждут отправки и готовили в квартирах в больницах просто под складом На ранке Хлопчикам, если они захочут еще вареники с капустой Мы им будем брать вареники с капустой Только чтобы они были Я их там, как сказать, заклинаю Чтобы они все живыми повернулись домой Их тут ждут, их тут любят А из стареньких парашютов волонтеры шьют маск-халаты Трескаться не будет, это точно Я уже переконалась, я заморозила в морозильной камере Достала, оно было холодное Только эта группа ревницких волонтеров подарила фронту около десятка автомобилей Два из которых реанимобили При этом толовики повторяют как мантру Бойцы всем обеспечены Правда, в командовании Севера не нашлось ни одного человека Кто согласился бы ответить на наши вопросы Видимо, все и дальше заняты ремонтом штаба Скажите прямо, есть ситуация, мы пытаемся ее исправить Не пытаемся, но выясните, что она есть И народ будет понимать, что есть потребность Признавать свою несостоятельность, люди в погонах не спешат, правительство делает вид, будто бы так и надо На фронт отправляются волонтерские фуры с провизией, формой, экипировкой Может, тыловую службу Минобороны пора упразднить? Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности телеканал Интер, Ривная А вот в Черкасах бойцов АТО кормят обещаниями Уже который месяц В августе депутаты громко пропиарились Выделили почти 2 миллиона гривен на нужды военных За окном ноябрь, а на восток они и копейки пока не отправили Где же деньги? Выяснял Станислав Кухарчук Миллион 600 тысяч гривен на каски, бронежилеты и тепловизоры для бойцов АТО Сумма приличная Ее выделили депутаты Черкасского горсовета Для того, чтобы избежать тендерных процедур и побыстрее освоить Средства разделили между департаментами и сполкома Они и должны были осуществлять эти закупки Но с тех пор прошло уже 3 месяца А денег так и не потратили То есть саботаж и политика с домишками политики То есть саботуется навместно Навместно отбывает саботаж Чему департаменты, керевники департамента не разобрались в этой ситуации И не сказали еще месяц назад Что вот тут может быть проблема Вот этого мы не сможем сделать Чиновники говорят, потратить эти деньги не могут Мол, они выделялись из бюджета развития города А это особая статья расходов Предусматривающая закупку товаров Не дешевле 2000 гривен А большая часть амуниции стоит гораздо меньше Правда, есть не только амуниция К примеру, те же самые тепловизоры Они стоят гораздо дороже Правда, объяснить этот казус чиновники внятно не смогли Надо разбираться Я же еще раз вам говорю Когда было решение принято комиссией Когда, кому оно было принято Разбираться в конкретном каждом случае Черкасские волонтеры и активисты не стали ждать Когда чиновники в очередной раз начнут разбираться Сегодня они пришли на сессию горсовета Для того, чтобы заставить местные власти Выполнять свои обязательства Иначе уже 31 декабря Непотраченные деньги снова вернутся В бюджет развития города И не факт, что их захотят снова выделять Если у вас на сегодняшний день Два месяца не можете вырежать вопрос Чтобы хоть что-нибудь дороже У нас хлопцы стоят на блокпостах У нас сплять на земле Генераторы им потребны Обовязково После общения с активистами Чиновники снова дали обещание Завтра собраться И внести изменения в список Закупок необходимых для бойцов АТО Только вот соберутся ли Большой вопрос Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко Подробности телеканал Интер Черкассы Российскую воздушную разведку Сегодня зафиксировали украинские военные Под Мариуполем Также террористы обстреляли опорный пункт Силы АТО в Новоазовском районе Там находится Эльвина Сеид-Булаева Эля, здравствуй Вот какие-то новости я уже успел рассказать А какая ситуация в районе Мариуполя К этому часу Да, Алексей Ситуация под Мариуполем Остается напряженной Минометчики так называемой ДНР Несколько раз обстреляли окраину В районе села Чермалык Тем самым вновь нарушили Минское соглашение По словам наших военных Пострадавших нет И вся техника ЦЛА в Мариуполе Приехала уполномоченная президента По регулированной ситуации в Донбассе Ирина Герашенко Привезла в местную больницу Операционный стол И бесстеневую лампу А вот заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль Ознакомился с обороноспособностью города Мы делаем все для того, чтобы спрогнозировать ситуацию на округе Не только с каждой час, с каждой минутой, с каждым днем Все больше укрепляем те позиции, которые нам доверяют В самом Мариуполе днем были слышны звуки взрывов и залпов Штаби АТО успокаивают Это наши военные отрабатывают стрельбу На подкрепленные обороны Мариуполе приехали опытные специалисты Это механики, танкисты И знаменитого научного центра Десна Они обустраивают свои позиции Говорят, будут бороться за украинскую землю до последнего Со стороны акватории угрозы для мариупольцев нет Уверили нас пограничники Сегодня мы вышли в Азовское море Наблюдали, как военнослужащие защищают границу с моря Они постоянно патрулируют акваторию Говорят, если соседи будут нападать То готовы дать достойный ответ Я не думаю, что они рискнут Но если рискнут, то получат непосредственно достойный отход Сброя Е, самоголовное Е, сброя Е, палом Такая ситуация на данный момент, Алексей Эльчка, спасибо тебе за работу Это была Эльвина Сеидбулаева Она работает, как вы видели, в окрестностях Мариуполя Брюссельская ария Ультраправая От евронаблюдателей За псевдовыборами на Донбассе Кто режиссировал их пресс-конференцию Кто прописывал монологи И кто же почитатели таких постановок Политтехнологическое закулисье Приоткрыла София Гордиенко Это человек, качающийся в кресле Депутат Европарламента от ультраправого национального фронта Эльзасец Жан-Люк Шавхаузер С востока Украины, где он дает эту пресс-конференцию Поехал в Брюссель рассказать вместе с итальянским коллегой Алессандро Муссолино всю правду о честных выборах на Донбассе Перед пресс-конференцией Шавхаузер получает напутствие даже тезисы От человека в полосатой рубашке Который говорит с русским акцентом Вот, это если можно распространить Шавхаузер обсуждает файл и со своим помощником В зале тем временем готовит столы к пресс-конференции Стивен Колин Солидный мужчина с красным маком на лацкане пиджака Судя по его странице в интернете Человек-оркестр пишет статьи, снимает сюжеты Хвалит президентов Казахстана и Беларуси Осуждает западные санкции в отношении России Мы хотели организовать дебаты двусторонние Чтобы дать возможность всем услышать другую сторону А есть ли сегодня представители противоположной страны? Не сегодня, но, конечно, мы пригласим Солировал на конференции, конечно же, месье Шавхаузер Хвалил выборы, ратовал за мир и намекал, что Европа потому их и не признает Что ею помыкают все, кому не лень Особенно сейчас Европой манипулируют внешние силы, чтобы разделить ее пополам Речь перекликается с заявлениями главы российского МИДа Лаврова И странно, если учесть, что сам депутат тоже из непростого региона Франции Эльзаса от вопроса об исторических параллелях попытался уйти Если однажды под влиянием Германии Ваш регион решит стать Эльзасской народной республикой Туда ведут немецкие войска, чтобы поддержать вооружение народа Вы это тоже одобрите? Эльзас это регион французский, основанный на немецкой культуре Нас Германия атаковала из-за него три раза Так вы поддержите Эльзасскую народную республику или нет? Нет, нет, и я очень четко это говорю А вот итальянского докладчика из-за яркой фамилии Чуть не приняли в Украине за родственника итальянского дуча Бенитон Муссолини Конечно, я не родственник Муссолини А в Украину поехал, потому что люблю эту страну И мне очень жаль, что у вас такое происходит сейчас Он тоже советует и Украине, и Европе выбор на востоке Украины признать Правда, кто эти советчики? Брюссельский политический эксперт Аманда Пол так до конца и не поняла Я не совсем понимаю, почему они поехали наблюдать за абсолютно нелегальными выборами Они пытаются оправдать неоправдаемое, полную подделку Если выяснится, что эти люди связаны с Россией, я не удивлюсь Связаны или нет, сказать трудно, но человек в полосатой рубашке Кстати, завсегдаты всех пророссийских конференций здесь, в Евросоюзе Пристально следил за докладчиками Несмотря на угощение, количество послушать о честных выборах ДНР и ЛНР Было почему-то очень ограничено Всего два украинских телеканала и одно украинское информагентство София Гордиенко, Василий Тружковский Подробности телеканал Интер Брюссель За русские связи, вернее за пропаганду российской культуры В России даже медальки вручают Вчера, среди прочих, Путин честовал в Кремле женщину-скандал Полгода назад, с подачи проректора Венецианского университета Сильвии Бурини Звание почетного профессора этого вуза получил российский министр культуры Адиозный Мединский Правда, самой Бурини такое лоббирование тогда стоило кресло Но теперь актер-скандал Награда нашла героя Кто получил медаль «Лугандонский стрелок» и пистолет вместо букета И у кого на российском ТВ мальчики кровавые в глазах То распятые, то наколотые Подробнее о современных гибельсоидах, ну а как их иначе еще назвать Наш московский корреспондент Данил Русаков Конечная остановка на маршруте трамвая желаний не задалась Спектакль на Санимхата, в котором играет теперь уже скандально известный актер Михаил Пореченков Закончился вот так Кроме игрушечного пистолетов Пистолета активистка российского протестного движения Екатерина Мальдон вручила артисту Самодельную медаль с колорадскими жуками На ней надпись «Лугандонский стрелок» К удивлению многих Екатерину не задержали Сам Пореченков произошедшее не комментирует, хотя рассказать есть что После визита к боевикам на него в Украине завели уголовное дело Сериалы с участием звезды сняты с эфиров всех национальных телеканалов Зато видео, на котором артист вместе с террористами обстреливает здание Донецкого аэропорта Набирает все большее количество просмотров в интернете Путлер не вечен В дальнейшей жизни история все расставит по своим местам Почему они так уверены, что победят фашисты? Они же расшисты В истории, именно в истории Видимо, людей ничем не научила историческая вина немецкого народа За гитлеровский фашизм На российских федеральных каналах, где Пореченкова наоборот изо всех сил пиарят Продолжают множиться истории в духе распятого мальчика из Славянска Передовик борьбы с инакомыслием канал НТВ накануне выпустил очередную пропагандистскую муть Если солдаты украинской нацгвардии оставили его папу и маму в живых, то они обязательно его отыщут Затем рассказали душесчипательную историю о том, как мальчика похитили солдаты нацгвардии Обкололи наркотиками, использовали чуть ли не как мишень В общем, разыграли хорошо знакомый сюжет об украинских карателях Но всю идиллию испортили данные из Донецкого областного МВД Там мальчик уже давно числится в пропавших Известно, что у него есть проблемы с психикой, из дома сбежал Ничего о так называемом похищении сотрудникам милиции неизвестно Редакция НТВ ЧП давно специализируется на телевизионных бросах В России хорошо помнят их бессмертную анатомию протеста После которой сценаристы и продюсеры, видимо, решили, что могут переплюнуть Геббельса Ну и дальше понеслось Данил Русаков и Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканал Интер А ближе к вечеру стало известно, что в Москве найден убитым актер Алексей Девоченко В съемной квартире она вся в крови Девоченко известен не только своими ролями Но и тем, что искренне и принципиально поддерживал Украину И осуждал Кремль за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе Обстоятельства смерти сейчас выясняют Ночь, драка, Киев, сотня Вайдана, участники АТО, милиция Странная детективная история со многими неизвестными, но известным фактом, в котором разбиралась Елена Зорина Перестрелка, драка и 42 задержанных Все это было здесь, на территории частного предприятия в промзоне Киева Все случилось накануне вечером, а уже утром о киевском вестерне поведал советник министра внутренних дел Мол, это место выбрали для своих разборок активисты одной из сотен Майдана и бойцы, вернувшиеся из зоны АТО Двоих арестовали А вот один из участников тех событий, его уже отпустили Говорит, задержанных было 28, все они его соратники Себя называют пострадавшим, утверждают, что из правого сектора Вышло с подразделения Альфы и начали всех забирать подряд В РУВД специально бежали, руки заламывали, били по голове Когда бежали по коридорам, обдверные косяки били головой Пытались, там, вы правый сектор, там, самооборона, что вы, на Майдане вас не добили А это палата в больнице скорой помощи Двое вчера прооперированных охранник и его друг Утверждают, это они были внутри, а непрошенные гости вломились В правом секторе от налета на промзону открещиваются Кто нападавший, обещают узнать через свою службу безопасности А вот что говорят в милиции Проникли на территорию, зі стреляниною Были только в балаклавах При себе мали огнепальную зброю Сумящие, запаленные бутылки Кроме того, были также у них другие Петарды, деревьяные биты и все Где нужно делать жестко, принципово, профессионально И до этого также готовы Пока никто не выходит, на сегодняшний день пока закрыт За забором три гектара земли и склады За них уже не первый год разборки, говорит вот этот человек Вчера заходит из милиции Это тот, кто попросил неизвестных за него вступиться Мол, для этого есть все основания Рейдеры были тут на территории, они захопили Пришла самооборона району, чтобы их попросить Ну вот решение, например, суду про повернение меня на посаду А это якобы представитель нового владельца земли Купил ее в феврале этого года В моих руках сейчас находятся документы, которые подтверждают право властности на эту территорию Сегодня наша охрана находится на этом месте Где во всей этой истории были бойцы АТО, не может понять никто Но стороны конфликта не намерены останавливаться Хотя в следующий раз обещают пойти в суды, прокуратуру и милицию Но главное не в этом, а в цене вопроса, за который идет вот такая бойня Елена Азурина, Вадим Сверидонов, подробности телеканал Интер Иерусалим Снова теракт и снова автомобиль, таранящий людей Как все произошло, кто террорист и кто за ним стоит И чем все это чревато Все подробности у Сергея Ауслендера, он работает в Израиле Это уже второй подобный теракт в Иерусалиме За последние две недели все происходило по, увы, привычному и страшному сценарию Араб за рулем микроавтобуса внезапно выехал на трамвайные пути и начал сбивать людей Он буквально снес несколько человек с трамвайной остановки Этот момент хорошо видно на записях камер наружного наблюдения После чего террорист резко увеличил скорость и понесся в сторону ближайшего перекрестка Он врезался в столб и не смог ехать дальше После чего выскочил из машины и напал на людей, стоявших вокруг с металлическим прутом В этот момент подоспели полицейские и застрелили террориста Пострадали 13 человек, один чуть позже скончался Им оказался офицер пограничной охраны Еще двое находятся в реанимации, в критическом состоянии За их жизнь до сих пор идет борьба Состояние остальных опасений у медиков не вызывает Движение в центре Иерусалима было практически парализовано Туда стянули крупные силы полицейского спецназа Опасались, что у террориста есть сообщники Ответственность за произошедшее взял на себя Хамас Его представители назвали террориста своим героем А все случившееся местью оккупантом Личность террориста уже установлена Это жители Иерусалимского квартала Шуафат Ибрагим Акари Его уже задерживали за участие в беспорядках Более того, его родной брат был приговорен в Израиле К трем пожизненным срокам за участие в террористической деятельности Но освобожден в рамках сделки Шалита Власти заявили, что собираются снести дом семьи террориста Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль Если в кране нет воды, значит, выпили врачи Может ли существовать больница без единой капли в кране? В Украине? Легко, хоть 10 лет Подробности далее в выпуске, смотрите нас О спорт, ты пиар? За что спортсмены критикуют профильное министерство? Проигранный конгресс Демократы заплатили по счетам Обамы Понять жену Китайские мужчины ощутили на себе радость рождения ребенка Пиар или политическая целесообразность Реформа или антиреформа украинского спорта Сегодня это рекорды или антирекорды Максим Кошелев о невеселых стартах и промежуточных результатах Что плохо им сделали? Державные стипендии чемпионам и призерам Олимпийских игр В Министерстве молодежи и спорта сейчас есть специальная рабочая группа Создана в июле, но уже разработала проект реформирования украинского спорта Но это похоже скорее не на реформу, а на банальное урезание В этой концепции мы практически не видим детскую юноцинскую спортивную школу Почему-то они должны стать завтра спортивными клубами Это 160 тысяч детей Это 6 тысяч тренеров Это сами представьте Если мы говорим про реформу То мы должны поставить на терезы Что мы будем иметь от этой реформы И что мы загубим от этой реформы В США и сейчас еле выживают Государство дает деньги только на зарплаты Спонсорство или патронаж бизнеса в законах не прописаны И превращение детских спортшкол в спортклубы на самоокупаемости Через несколько лет аукнется отсутствием перспективных спортсменов Мы всегда гордились и напевно тишились тем, что наш юноцинский спорт Мы сегодня имеем призовое место в мире По другим юноцинске олимпийских играх мы были другими в мире То есть рубаем дерево, на котором еще курка, которая несет золотые яйца Та надея, что с чьей реформой у нас до 30% в державе будет охвачено занятием физической культуры детей Я думаю, что цены не оправдаются Потому что на сегодняшний день их 10 А если придется оплачивать додатковые кошки, их станет низко, еще меньше Еще один момент, который беспокоит Большую часть финансирования спорта предлагается проводить через федерации разных видов спорта Хотят и финансирование, и все переложить на федерации Но, к сожалению, у нас слишком часто в федерациях люди воспринимают это так Вот дали бюджетные деньги, и все, мы за них отчитываться не будем И эти деньги будут просто потрачены впустую В целом же спортивное сообщество согласно, что реформы нужны Только проводить их должны профи, а не чиновники, назначенные из политической целесообразности Я не знаю ни одного олимпийского чемпиона или призера, который бы за полгода завоевал медаль Почему мы считаем, что у нас приходят министры, которые никогда в жизни не занимались И он считает, что он за полгода понял спорт Вот эта проблема в том, что у нас еще назначают непрофессионалы Почему спорт все время делится? Почему на атомную электростанцию не назначают спортсмена? Пока же, по мнению профессионалов от спорта, предлагаемое Министерством Булатова реформа Это просто пиар, мол, мы прогрессивные реформаторы Подробности уже не раз обращались к нему, и он обещал, что вскоре покажет все свои реформы Это скоро так и длится до сих пор Зараз, на жаль, ведь сотни звездок с вашим оппонентом Максим Кошлев, Андрей Кузнецов, Максим Чеблин Подробности, телеканал Интер Ну вот, а далее о месте, в котором не то что реформами не пахнет Там сплошное средневековье Это пример невероятного человеческого терпения И безграничного чиновничьего беспредела Более 10 лет в Устиновской райбольнице Кировоградской области Таскают воду для больных в ведрах Чиновники при этом шикуют Почему так? Наши корреспонденты Елена Бренза и Ирина Исаченко Это Устиновская районная больница Здесь, как в прошлом веке, санитарки моют инвентарь в тазах, руки Вот таким умывальником И то, если перед этим натаскают воды Дуже неудобно Единственный так называемый источник воды в больнице Вот эта бочка Раз три дня воду в больницу привозит машина Заполняет емкость По отделениям разносят санитарки Два ведра в руки И так по нескольку раз в день 12 лет подряд Даже детское отделение не исключение Помыть здесь ребенка невозможно Вода из бочки техническая Но даже если закрыть на это глаза Греть ее нечем Разве что кипятильником В кружках Без воды это вообще горе Это вообще плохо Еще в начале 90-х вышла из строя водонапорная башня С тех пор воду в кранах райбольницы никто не видел Люди медперсонал терпят Назначенная полгода назад главврач шокирована Лекарня не может носить ветром воду И соблюдать санитарно-гигиеничный режим Нам необходима вода После разбора полетов здесь почистили старую скважину А вот для того, чтобы вода снова потекла из кранов Надо как минимум отремонтировать проржавевшие коммуникации Подключиться к ним Установить фильтры Цена вопроса всего несколько десятков тысяч гривен Под эту программу в бюджете заложили на следующий год 200 тысяч гривен Обещают весной приступить к работам Вопрос, почему столько лет чиновники закрывали глаза на проблему Глава райадминистрации советуют задавать не ему, а всем предшественникам Мол, он всего полгода в должности Однако, что ответить на вопрос, почему за 6 месяцев его каденции Он не додумался установить хотя бы в детском отделении Бак с водонагревателем Не нашел Кроме больницы, без воды в Устиновке и детский сад и школа Однако, что чиновникам спартанские и антисанитарные условия Пациентов, медперсоналы и детишек Себе в здание райадминистрации воду они подвели еще в прошлом году Ирина Исаченко, Елена Брынза, Владимир Кувакин Подробности, телеканал Интер, Кировоградская область Сантр-избирком никак не досчитает голоса избирателей Битва за депутатские мандаты перемещается в суды Подробнее в нашем обзоре Минувшей ночью окружной админсуд вынес решение по округу номер 38 Это Новомосков в Днепропетровской области Там с большим отрывом победил самовыдвиженец Вадим Нестеренко Но проигравший ему экс-министр обороны Александр Кузьмук Обратился в суд с требованием устроить перевыборы по округу Мотивировал тем, что протоколы участковых комиссий были составлены с нарушениями Об этом Кузьмук заявил уже после выборов Иск Кузьмука о перевыборах суд отклонил Однако постановил провести повторный подсчет голосов Главные прохания позывача судом были подкладаны Но было также принято решение судом, что мы должны перераховывать на 123 дельницах Били ошибки, да, но нет никакой принципиальной Это для нас конкуренческий бой этих сил, которые не успели в выборах В 79-м округе, это Запорожская область, сегодня вечером уже начали пересчитывать голоса В этом округе побеждает самовыдвиженец Александр Григорчук Однако его оппонент, тоже самовыдвиженец Владимир Бандуров, не признал своего поражения И через суд добился пересчета голосов на 12 участках Когда одну из коробок с бюллетенями подняли из хранилища, она уже была вскрыта Доверенные лица Григорчука не исключают порчи бюллетеней после дня голосования К тому же комиссия почему-то взялась пересчитывать отданные голоса не по мажоритарщикам А по партийным спискам То есть за 12 часов мы дошли до пересчета партийного списка первого участка Ну и если применить нехитрую математику, то нам понадобится с такими темпами не 12 С такими темпами центральная избирательная комиссия просто не успеет до 10 ноября Установить результаты по нашему округу А в 50-м округе в Донецкой области голоса пересчитывать не будут Так решил высший админсуд Украины Он не удовлетворил жалобу Центрсберкома и кандидата в нардепы Леонида Байсарова на решение Киевского апелляционного суда Напомню, ЦИК заметил многочисленное несоответствие в протоколах участковых и окружной комиссии И постановил пересчитать голоса на 16 участках Однако кандидат Евгений Геллер потребовал в суде запретить пересчет Интересно, что оба конкурента экс-регионалы и баллотируются как самовыдвиженцы Правда на стороне Байсарова выступает оппозиционный блок Кандидаты на 30-м и на 50-м округе победили с перевесом 8 тысяч голосов, 10 тысяч голосов И сегодня преступная группировка, прикрываясь властными полномочиями, просто пытается украсть у людей их выборы Еще есть возможность принятия решения самим Центризбиркома Центральная избирательная комиссия в рамках своих собственных полномочий Может принимать любые решения, если ей известны факты по поводу нарушения или попытки фальсификации Второй вариант, есть обращение в правоохранительные органы Они при определенной оперативности могут определить, какие из протоколов сфальсифицированы Конгресс США покраснел, не по-коммунистически, по-республикански А вот ряды синих демократов редеют в обеих палатах Конгресса Это итоги промежуточных выборов Сколько эта кампания стоила и во сколько это все еще обойдется Америке в будущем Знает мой коллега Дмитрий Иловский, он в Вашингтоне Рассказания социологов и политологов сбылись Партия демократов больше не имеет большинства ни в Сенате, ни в Палате представителей При довольно низкой явке, около 40%, однопартийцы Обамы лишились некоторых губернаторских постов В своих, казалось бы, вполне демократских штатах Например, Мэн, Мэриленд и Массачусетс Были у них и взлеты Например, на этих же выборах проголосовали за легализацию марихуаны здесь, в Вашингтоне Также в штате Орегон в некоторых субъектах удалось поднять и минимальный размер оплаты труда Ну, к победителям условно, в принципе, можно причислить и наиболее вероятного кандидата демократов на пост президента Это Хиллари Клинтон Гонка показала, что у бывшей первой леди особо нет соперников внутри партии Вообще, стоит вспомнить историю За полтора века промежуточные выборы проходили аж 43 раза И только в трех случаях сторонникам действующего президента удавалось победить своих соперников Ну, так что, наверное, к поражению в Белом доме, скорее всего, были все-таки готовы Другой вопрос, что эта компания стала самой дорогостоящей вообще за всю историю И слоны, так называют, республиканцев, и ослы, это прозвище демократов вместе Потратили 4 миллиарда долларов, пытаясь склонить избирателя на свою сторону Сумма колоссальная даже для Америки Можно было открыть сотни школ, больниц, построить километры новых дорог Конечно, этот факт вызывает здесь возмущение Сему виной акта 2010 года, который разрешил создавать так называемые суперкомитеты Это мощные фонды непрямой поддержки кандидатов Как правило, они контролируются лоббистами Деньги фонда буквально потекли рекой Но это не средства на поддержку кандидатов А скорее будущих идей законопроектов Которые выгодны для определенной индустрии Например, фармакологии, малому, среднему бизнесу Ну, скажем, кто-то против миграционной амнистии Которую недавно задумывали демократы Пожалуйста, скидывайтесь в общак республиканцев Которые в случае победы будут всячески тормозить эту реформу Вот таким образом в Вашингтоне наметились два абсолютно кардинально разных центра Это Белый дом и Конгресс Эта расстановка сил на ближайшие годы Предполагают еще более ожесточенные баталии Между президентом с одной стороны и парламентом с другой Стесняться больше нечего На кону буквально все Америка, как известно, любит жесткие и агрессивные схватки Ну, а что же Обама? Ему осталось всего лишь два года Вполне вероятно, что нынешний президент станет таким же героем соцсетей Каким вчера оказался Билл Клинтон Дмитрий Уловский, Никита Исайко Подробности, Американское бюро телеканала Интер Про танцующего Обаму, рожающего китайца и Ким Чен Ына без палочки Смотрите в нашем обзоре Ким Чен Ын вышел из образа человека с тростью Газета трудовой партии КНДР напечатала фото лидера На котором тот уверенно стоит без палки Клюка в руках Ким Чен Ына появилась в середине октября Севернокорейскому лидеру якобы сделали операцию на лодыжке Новый танец от Барака Обамы покорил интернет Американский лидер пустился в пляс на предвыборном митинге в Пенсильвании Музыканты группы Brotherly Love окружили президента и стали петь Тот устоять не смог И пусть рейтинги Обамы со свистом летят вниз Зато дэнс ролик на ютубе набирает миллионы просмотров Очередная траги новость для кинофанатов Звезда сериала Шерлок Бенедикт Камбербэтч помолвлен Связать себя узами брака решил с театральным режиссером Сати Гантер Новоиспеченный жених уже даже проведал мать возлюбленной Его верные поклонницы, однако, надежду не теряют В соцсети заваливают сообщениями, мол, придется постоять в очереди за звездой Эта помолвка стала вторым ударом для поклонниц кинематографа за последнее время Совсем недавно их ошарашил своей свадьбой Джордж Клуни В ожидании чуда по имени Унитаз Мильович предложили весьма странное имя для ее второго ребенка Недавно беременная голливудская актриса узнала, у нее будет девочка Стала подбирать имя За советом обратилась к своей младшей дочери Эвер Та предложила два варианта Тойлет, либо байклейн, что в переводе означает унитаз и велосипедная дорожка Мама к совету прислушалась, правда, продолжает подбирать имя Они плакали и кричали, иногда нецензурно Китайские мужчины ощутили на себе радость рождения ребенка Один из роддомов в Поднебесной устроил акцию Благодарность материнству Мужчины смогли почувствовать родовые боли Мышцы живота рожающего отца стимулировали электрошокером Большинство добровольцев – будущие папы Призраки-гномы в белых балахонах взбудоражили Карабаш Жители небольшого поселка в Татарстане утверждают, к ним зачастили внеземные гости Издали говорят, похоже на маленьких людей в простынях Появляются они из ниоткуда, а исчезают в никуда Жители Карабаша даже дежурство установили, хотят понять происхождение существ Подсказку им подбросили блогеры, мол, это все замаскированные бандеровцы Потерять деньги, поставить бизнес под угрозу, чтобы достучаться до политиков Как европейцы борются за свою и нашу честь, пока их лидеры ежедневно выражают глубокую озабоченность Знает Алексей Пшемызский 50 тысяч крон или почти 2 тысячи евро заплатит владелец отеля Бриони в чешском городе Острава За отказ поселять туристов из России Еще весной он резко осудил аннексию Крыма По мнению Томаша, вторжение России на полуостров сравнимо с действиями нацистской Германии и Советского Союза в Чехословакии На дверях своего шикарного пятизвездочного отеля он разместил объявление Русских здесь не селят, просим прощения у всех хороших россиян Хотя до этого гости из России приносили ему немалый доход Говорит таким образом, хотел привлечь внимание пассивного чешского общества к проблемам в Украине И общество активизировалось В его адрес полились тонны критики Его обвинили даже в дискриминации И вот сегодня финансовая полиция Чехии постановила Действия незаконны, двери нужно открыть для всех туристов Но Томаш сдаваться не собирается Теперь хочет достучаться до политиков в Брюсселе И говорит, будет и дальше протестовать Пока там не применят новые санкции по отношению к России Возможно, тогда в его отеле появится только Гуд Рашенс Алексей Чемынский, Павел Лысенко, Центральное европейское бюро телеканала Интер Все на сегодня, спасибо, что были с нами Хорошего вечера и до встречи в подробностях Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова